здравствуйте дорогие друзья еще раз всех с добрым утром и благословенного дня который нам предстоит прожить сегодня то чего мы высвобождаем из наших уст то становится нашим достоянием мы не можем продвинуться дальше чем наши слова поэтому я вас благословляю в течение этого дня говорить то что вы хотите иметь не только для себя но и для тех сотрудников для тех детей родных близких которые вокруг вас и не скупитесь на слова благословения и на добрые слова открывайте эту житницу не только для себя но для тех кто вокруг вас и таким образом мир станет теплее лучше светлее и благословение потому что уставе праведника город возвышается не забудьте благословить город в котором вы живете сегодня страну в которой вы живете являетесь ее гражданами и таким образом все начнет размножаться в добре это так здорово оказаться людьми которые потом этими плодами могут делиться с окружающими людьми и сегодня обещала вам поговорить о гедеоне о котором у автора послания к евреям не хватило времени а у нас она есть и мы поэтому поговорим о гедеоне как о человеке который был малым в своем роду но был тружеником он выколачивал пшеницу находясь в точиле это очень своеобразное сочетание потому что точило это место как такой каменный стакан в котором вино или сок сначала на выжимается а он там пшеницу выколачивал то есть это совершенно неестественно для того чтобы выколачивать пшеницу почему он так себя вел именно потому что ма витяне всякий плод который созревал на полях израильтян приходила забирал они просто как разбойники осуществляли вот эти набеги и забирали все что было продукт продуктами и полезным для людей и поэтому в тайне сами израильтяне работали на своих полях так чтобы это не видели ма витяне и каким-то образом сохраняли себе что-то на пропитание на следующий год жизни вот таким был человека гедеон и в этот момент когда ангел к нему пристал предстал перед ним и сказал господь с тобою муж сильно как себя ощущает гедеон после этих слов какой же я сильный я вот тут прячусь и у него ощущение такого где-то самоуничижение той оценки которую себе по факту дает а господь говорит вот иди вот с этой силой победишь как одного человека вы понимаете когда бог видит в нас тут стержень который не видим мы он предлагает нам его доставать верой поднимать его и не бояться что если ты можешь колотить сейчас пшеницу выколачивать то ты сможешь и там что-то сделать больше важен и важнее для всего народа и в результате гедеон стал человеком который освободил людей от рабства ма витян и как это произошло опять же без оружия друзья а просто бог ему сказал взять с собой людей и вы знаете для меня эта история очень и очень является важной поэтому может быть мы еще и следующей программе о ней поговорим потому что у гедеона несколько было важных шагов которые он смог сделать и осуществить уже это освобождение глобально я уже сказала человек который был слаб в своих глазах но дело то что он мог делать а бог его нашел при работе поэтому не ждите сидя на диване что вас найдет бог делайте то что вы можете и там вы увидите призвание потому что таким образом гедеон вошел в полноту призвания когда он делал то что он мог я хочу друзья чтобы мы сегодня могли быть числе тех людей которые не ленивы которые ответственны которые делают даже может быть невероятно потому что враг всегда похищал они продолжали все равно трудиться они продолжали все равно сеять пшеницу потому что если не посеешь то уже точно ничего не соберешь поэтому я хочу друзья благословлять нас этой ответственностью за то что мы сеем и что мы пожинаем как мы с этим отходимся сегодня чтобы войти в большее небесный отец я благодарю тебя за то что у нас есть эта привилегия сегодня говорить с тобой о тех героях веры которых ты отметил на страницах священного писания у нас есть сегодня такая возможность не только говорить об этих людях но подражать вере их это на самом деле привилегия и возможность подражать вере тех кто был до нас я благодарю тебя за открытые небеса я благодарю тебя за открыты окна я благодарю тебя за открыты и источники которые делает сильными тех кто до этого был слаб. И мы принимаем от тебя доступ к святилищу и доступ к источнику силы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон.